Интересные факты о Титанике Титаник – легендарное судно, которое имело статус неподопляемого. Однако же оправдать этот статус Титаник не смог, так как столкнулся с айсбергом и потерпел крушение в свое первое и последнее плавание. Мы хотели бы вам представить несколько интересных фактов о легендарном Титанике. Так как Титаник изначально позиционировался как судно, которое невозможно потопить, то решили не тратить лишних денег на меры безопасности, и спасательных шлюпок установили в два раза меньше положенного, то есть ровно наполовину вместимости пассажиров лайнера. Титаник был оборудован 16 изолированными частями. В случае затопления четырех из них судно могло держаться на плаву. Кроме того, лайнер был оснащен системой безопасности в случае повреждения хотя бы одного отсека. Происходила автоматическая блокировка в течение нескольких секунд. По мнению ученых, льдина повредила сразу шесть отсеков, из-за этого судно не смогло удержаться на воде и потонуло. Для того, чтобы попасть на лайнер, нужно было купить проходной билет. Билеты продавались нескольких типов. Самый дорогой первый класс. Стоимость такого билета 4350 долларов. По тем временам это были огромные деньги. На борту Титаника находилось 2224 человека. Большинство из них не удалось выжить. Точная цифра 1513 человек. Многие сумели дожить до того момента, когда Титаник полностью погрузился под воду. И их смерть наступила от переохлаждения. Так как вода в океане была ледяной, выжить удалось 711 пассажирам. На борту, во время крушения Титаника, началась настоящая паника. Все спешили забраться в шлюпки, переворачивали их, топились, толкались друг к другу. Из-за этого не было возможности наполнить шлюпки полностью. Поэтому многие из них отчалили заполненные лишь наполовину. Три миллиона заклепок ушло на сооружение легендарного судна. Работы велись не прекращая ни на секунду в течение трех лет. Титаник стоил баснословных денег. Затраты на его строительство составили 7,5 миллионов долларов. Когда построили Титаник, то он был самым большим кораблем в мире. Для того, чтобы лайнер двигался, в его основании работали 29 котла и 3 дымовых трубы. Еще одна труба была установлена для вентиляции и по назначению не применялась. Водельцы Титаника были люди незуеверные. Поэтому перед первым плаванием аборт корабля бутылка шампанского не разбивалась. По морским обычаям это такая традиция крещения корабля на удачу. Хочется сказать, что удача Титанику тогда бы не помешала. Теплым апрельским днем 1912 года Титаник отправили свое первое путешествие. Ровно через 2 часа 40 минут судно начало тонуть. Рейс Титаника был довольно непродолжительным. На сегодняшний день останки великого судна покоятся на дне Атлантического океана, примерно на глубине 4 километров. Удивительно, но оркестр на Титанике не переставал играть даже тогда, когда началась паника и судно начало тонуть. Ни один из музыкантов не тронулся с места и доиграл свою партию до тех пор, пока его не накрыло ледяной и океанской водой. И последнее. Фильм Титаник получил 11 Оскаров. До сих пор этот фильм считается самым романтическим и трагическим фильмом. Раскрывая не только крушение великого лайнера, но и короткую любовную историю главных героев. Фильм, который был снят по мотивам этой трагедии, в мельчайших деталях воссоздает все то, что происходило на судне в момент крушения. Начиная от айсберга и заканчивая чайным сервизом на столах у пассажиров. Крушение Титаника вошло в историю и до сих пор он вспоминается как величайшая трагедия, которую никто не смог ожидать. Ведь судно изначально никак не могло потонуть. Но, видимо, Титанику не было суждено бороздить по просторам океанских вод. Спасибо за просмотр. Самые невероятные факты, самые отборные топы и другие интересные видео. Погрузись в загадочный мир вместе с Бизаррой. Видео выходят регулярно. Подпишись и поставь лайк, если понравилось. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...